Всем привет! В эфире телерадиоканала Страна ФМ. Вечерний эфир здесь я. Меня зовут Маша Новая. Роман Шахов, как всегда, тоже в этой студии. И сегодня по традиции у нас замечательнейший кость. Нет, это не мужчина. Очаровательная, прекрасная Елена Борщева. Актриса и ведущая. Прошу любить и жаловать. Аплодисменты. Привет! Лена, привет! Значит, мы нашли такую информацию. Актриса юмористического жанра, автор текстов команды КВН, сборная Пятигорска. Успешное шоу «Вумен», организатор и ведущая праздников, сценарист-продюсер. Кто сейчас ты больше? Расскажи, пожалуйста. Чего больше в твоей жизни? Кто сейчас я больше? Сложно сказать, потому что, действительно, у меня несколько проектов, в которых в некоторых я, да, вот, действительно, автор и продюсер, у каких-то там я актриса. Вот, поэтому где-то, да, где-то ведущая, поэтому сложно сказать, да, но всегда представляюсь как актриса-ведущая, наверное, такие вот, ну, две, наверное, главные мои. Лен, скажи, ну, а всегда жизнь была связана с юмором? Или все-таки были какие-то попытки, может быть, в какую-то другую степень, с какой-то другой профессией связать свою жизнь? Например, ты бы стала просто преподавателем английского и испанского. Ну, я была, да, просто преподавателем английского и испанского. Вот, я работала тоже в консалтинговой компании год, когда мы только переехали в Москву. Да, работала в офисе, сидела, но иногда у меня были вылазки на различные выставки. Это была моя самая любимая часть, потому что, ну, мне не составляло никакого труда, ну, как завязать знакомство, дать там визитку нашей фирмы, потому что, наоборот, меня узнавали и говорили, о, что вы тут делаете, подходите к нам. А тут я давала визитки. Вот, поэтому, конечно... Коммуникабельность в крови. В офисе, да, сидеть – это не мое. И вообще какая-то рутинная работа или какое-то рутинное расписание – это тоже не для меня. Скажи, а медицина, какое-то пристрастие к медицине? Я вот недавно просто была в твоих социальных сетях, и там посмотрела, что тебе это очень близко было. Ну, не совсем медицина, да. Медицина близка, потому что у меня бабушка Валентина Ивановна Борщова, вот, она врач. Я в детстве прочитала все ее там книги по медицине, ну, и хотела стать, правда, врачом, но она меня отговорила, сказала, что нет, это не надо. Что так слышать? Врач-юморист – это страшно, да? Нет, она сказала просто, что это очень тяжелая профессия. Вот, а сейчас, да, у меня просто есть серия вебинаров и тренингов для женщин о бесплодии, потому что я сама столкнулась с этой проблемой. У меня второй ребенок благодаря ЭКО родился. Вот, и поэтому, наверное, сейчас я, да, каким-то образом связана, да, с медициной. Мы сотрудничаем как раз-таки с Еленой Малышевой, со многими клиниками, да, которые помогают женщинам вот с помощью ЭКО забеременеть. И вот, да, в моем Инстаграме будут дети. Как раз-таки это вот тема животрепещущая, всегда обсуждается. Вот, какие-то новости в сфере этого. Будем подсчитывать, Лен. Будем подсчитывать. Будем следить. Ну, если, да, это только кому интересно, потому что, ну, такой аккаунт, как бы, узконаправленный, будем говорить. Я думаю, всем девушкам интересно. У тебя же у самой две очаровательных дочки. Недавно у одной из них был день рождения. Да, у обеих было недавно день рождения. А, недавно обеих. 15 марта у старшей исполнилось 11 лет. 1 апреля младшей Уме исполнилось 3 года. Ну, а поделись, может быть, какими-нибудь секретами воспитания. Строгая ли ты мама? Да, строгая ли ты мама? Или, ко всему, все-таки с юмором, с легкой руки, все позволяешь, разрешаешь, подарки даришь и так далее. Нет, ну, я все равно, конечно, требую от своих детей и послушаний какого-то, да, то есть субординации какой-то. Понятно, что из-за того, что у нас, в принципе, и у меня, и у мужа все равно такой вот плавающий график, да, поэтому они, конечно, да, не то чтобы они привыкли, да, что там мама с папой там до 6 на работе, потом они приходят, как бы, у нас не так все, да, то есть я могу, наоборот, до 6 быть дома. А с 6 до 7 сегодня ты с нами, друзья мои. И чем завершится наша встреча, узнаете совсем скоро, все самое интересное, да, будет дальше. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Мы смотрим на улыбку Елены Борщевой. Она сегодня в гостях у Страны ФМ. Леночка, мы заговорили уже про твое актерство. Вот, и расскажи, когда и где мы сможем тебя увидеть, на какой сцене, в каком проекте. Да, я сейчас играю в спектакле «Ну и фрукты». Вот это комедийный спектакль. Я играю жену проворовавшегося губернатора. Губернатора играет Андрей Львович Ургант. Ему большой привет. Он нас смотрит и слушает сейчас. Привет. Да, конечно. Вот, у меня еще замечательный партнер. Это Саша Стекольников из Универа. Еще много тоже ребят, которые играют. Дима Аверин, например. Вот, и ближайшие гастроли, это будут, они не у нас здесь в стране. А где же? А за рубежом. А где же? Это интересно. В Украине. А, понятно. В июне, да. Потом будет. Июля, это Санкт-Петербург. Можно сказать, родной город этого спектакля, потому что большинство актеров откуда. Мы часто там играем. Просто Андрею Львовичу близко. Да, да, да. Ему буквально пешком от дома до театра эстрады. Вот, поэтому следите за обновлениями. На моем сайте всегда вывесена фиша. Сейчас надо ее тоже обновить. Но вы прям активно сейчас в этой именно театральной деятельности. Правильно? Мне, да, предложили еще несколько антерприз. Вот, какие-то репетируются, какие-то я еще рассматриваю. Вот, еще есть один очень интересный проект. Проект, который я с нетерпением жду, пока мы не начали репетиции. Эмористический? Конечно, эмористический. Нет, этого никак. Я не разочаровываю своих поклонников. Нет, а что касается... Даю им то, что они хотят увидеть. Что касается спектаклей, насколько сложно текст запоминать? Потому что, ну, все-таки это так много расскажет. Вот, вот, вот вы правильный вопрос задали. Так, да. На самом деле у меня всегда, вернее, никогда с текстом проблемы не было. Я в школе учила, там, километровые стихи, и потом, когда и в КВНе... Там тоже практика хорошая. Да, и в КВНе, ну, в КВНе ладно, потому что все равно, ну, то есть тот объем, который в КВНе, да, там на команду приходится, там, около 10 минут чистого, да, материала. Да, 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 там все-таки маленький объем. Это на команду, да, на человека, там, и того меньше. Один скетч. Да, вот. А вот в КВНе там уже было все по-другому, да, то есть там в каждой передаче там был большой монолог или там диалог, и потом еще общий номер. И потом еще, когда добавилось закулисье, там, буквально закулисье оно писалось вот тут, вот здесь, и буквально, да, я получала текст, и сразу, как бы, через... Подождите, закулисье по тексту пишется? Конечно. То есть любая импровизация должна быть подготовлена. Я думала, закулисье такая живая среда, где там что-то происходит. Нет, там же прописанные скетчи. Нет, там прописанные скетчи. Вот. И я очень быстро все это, ну, то есть вот пару раз прочитала, я могла тут же воспроизводить. То есть я учила очень быстро. Потом, не знаю, что произошло с моим мозгом, и вот когда к моменту как раз-таки, ну, несмотря на то, что я как бы не бросала, да, свою деятельность, я и как раз-таки выступала в стендапе, я тоже учила... Понятно, что это легче учить свой текст, да, когда ты сам пишешь. Вот, но тем не менее. И вот когда, к моменту, когда я начала играть в «Энтерпризе» как раз год назад, я поняла, что я не могу выучить этот текст. И, в общем, я с ним ходила везде, спала вообще как-то, и вот уже на сцене буквально я его доучивала. Вот, но недавно как раз пошла на актерские курсы, и там тоже, опять же, да, опять же надо учить много текстов. Вот, и вот сейчас произошел прорыв, потому что вот я учила, 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 и сейчас мне вот опять все легче и легче, ну, вот, начинает это все даваться, и я думаю, все, это ко мне вернулось. Лайфхак от тебя. Как запоминать большие объемы информации? Быстро, короткий лайфхак. Что там тебе говорят на курсах? Нет, на курсах у каждого свой способ. У меня способ — это визуализация, конечно, разбивание. Строчки видишь, да? Я разбиваю на блоки. На блоки все равно как-то у меня вот так вот по порядку я запоминаю. Мы не только слушаем здесь песни о любви, мы еще и разговариваем. Да, вот песня, кстати, была сейчас о маме. Мама, мама, там что-то, Еленочка тоже у нас мама, поэтому у меня сейчас есть для Лены маленькое творческое задание. Лена, вы перед сном девчонкам своим рассказываете сказки, и в каком-то формате, в формате детского стендапа вы что-то придумываете на ходу, или же все-таки классический вариант? Ну, это зависит, да, от моего настроения. Иногда мне проще рассказать стандартного колобка или что-то, вот. Но иногда дети сами просят что-нибудь интересненькое, что-нибудь новенькое, тогда приходится, да, что-то придумывать, или там «расскажи сказку про меня», бывают такие запросы. Вот, но, правда, иногда бывают такие моменты, когда я тоже как-то засыпала и, в общем, приплела вообще в сказку вообще там Катю Варнаву и еще там кого-то. Даже так интересно. Значит, сейчас будет очень-очень любопытно послушать. Мы предлагаем вам сейчас придумать на ночь, время у нас уже вечернее, на ночь сказку для всех наших зрителей и слушателей. Но с использованием необычных, ну, точнее, они обычные, просто они для вас будут непредсказуемые слова. Хорошо. Вот, какой у нас будет главный герой? Ну, давайте мой любимый Буратино. Буратино, прекрасно. А где он у нас находится? Ну, какую-то завязку нашей сказки. А потом я вам буду показывать определенные слова. Ну, давайте в театре Карабаса-Барабаса. В театре Карабаса-Барабаса. Прекрасно. Что он там делает? Выступает. Он же артист, конечно, музыкального театра, практически мюзикла. И вот он встречает, собственно, одного интересного персонажа. Встречает он Росомаху. Вот, Росомаха, значит, пришел, да, потому что это Росомаха из фильмов про... Вселенную Марвел. Да, Вселенную Марвел. В общем, приходит он к нему на представление и говорит, что это за скрежет у тебя в суставах? Тебя что, не смазали, деревянный ты человек? Вот. Ну, Росомаха пришел не один, он вынул из кармана енота-полоскуна, вот, который тут же постирал Буратино все его вещи. И Буратино, чтобы не выступать голым, он ушел со сцены, пока стирались его вещи. Все-таки починил свою втулку, чтобы больше не скрежетало у него ничего. Вот. Ну и, собственно, Росомаха тем самым ушел. Но Буратино на этом не остановился. И он понял, что существует другая жизнь, помимо театра и помимо Карабаса-Барабаса. И он сказал, стой, стой, Росомаха. А как только он переступил порог театра, он просто провалился в море и увидел акулу. Страшную акулу. Да, он загуглил, что это за акула. Вот. Понял, что это достаточно безобидная кошачья... Кошачья акула? Или китовая, да. Она просто начала мяукать там под водой. Кошачья акула, значит, и он поплыл, ну как понять, поплыл. Ну, как бы Буратино ж не тонет. Собственно, предался волнам. Вот. Буратино, его любимое блюдо, это, конечно же, лук, да. Вот. Но тут ему захотелось фарша. И он съел акулу. Вот. Он достал свою втулку, перекрутил акулу. И получился. Да, и получился замечательный ужин. Вот. И вот тут его выкинуло на берег. Он понял, что его гаджет уже как-то не функционирует. И он решил проверить его антивирус. И финал. Так сказать, мораль всей сказки. Мораль всей сказки. Не слушайте всяких росомах. Будьте собой. Браво. Лена. Аплодисменты. Спасибо. Это было феноменально. Мне кажется, не только... Нет, дети после этого точно не уснут. Они скажут, мама, мы хотим продолжение. А что стало с акулой? А что стало с росомахой? Скорее всего, сейчас и Марта, и Ума смотрят, слушают страну ФМ. Конечно, скажут, мама, ну, теперь мы знаем. Сейчас мы напишем слов, и будет целый сериал. Лен, ты же создала маленькую такую детскую команду КВН. Расскажи, пожалуйста, вот об этом. Да, есть детская команда КВН, в которой выступает моя дочка Марта. Она называется «Как развить себе чувство юмора?». Детей подбирали. То есть кто-то это ее... Ну, вот один одноклассник, да. Вот, кого-то, ну, знали и пригласили в команду остальных детей, делали кастинг. Да ты что! Да, и подбирали тоже команду. Всего их семь человек. По возрасту это 9-13 лет. Уже год мы с ними занимаемся. Ездили на фестиваль детских команд КВН в Анапу. Прошли вот третий сезон телевизионной лиги. Ух ты! Собственно, сейчас усиленно готовимся. У нас в апреле тоже много мероприятий. Там подмосковная лига. КВН. Музыкальный фестиваль тоже детских команд. Поэтому, ну, хорошо, что КВН развивается. И дети тоже в него играют. Это здорово. Это очень здорово развивает детей, потому что развивает, да, смекалку вообще в разных направлениях. Они такие становятся всесторонне развитые. И я хочу сказать, что и на мою дочку повлияло. То есть она, правда, изменилась в лучшую сторону после КВН. И еще и остальные ребята тоже стали более открытые, более уверенные в себе. Скажи, а после того, как Марта стала играть в КВН, она сама стала делать уроки или ты по-прежнему ей помогаешь? Ну, я контролирую, будем так говорить. Я всегда ее приучаю, что все-таки она должна сделать, а я проверю. Ну, конечно, бывают какие-то сложные задания, либо вот как сейчас модно в школе задавать какие-то проекты, которые нужно гуглить как раз-таки, распечатывать. Вот, то недавно как раз-таки ей приобрели компьютер. Вот моя задача сейчас ее научить вот пользоваться, да, принтером, вордом. Все самое интересное начинается. Да, скопировать, ставить, вырезать, вот, чтобы она уже эти проекты делала сама. Славы. Без моего участия. Потому что получается, что если меня нет дома, она не может сделать домашнее задание. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Ну, уже практически половина седьмого в столице. Здесь, в эфирной студии телерадиоканала «Страна ФМ» все так же. Мы, Машнова, Роман Шахов и Елена Борщева. Всем привет. Мы вот, собственно, сейчас за кадром начали уже говорить о юморе. И если Елена захочет, то может стендап вам зачитать и на русском, и на испанском, и на английском. Елена, собственно, подтвердила, что было же такого. Вот, расскажите поподробнее про английский. Ну, да, у меня было одно выступление вот как раз на английском языке. Это было в Лос-Анджелесе, в одном из там известных таких стендап-клубов. Вот. И я, конечно, готовилась все это, я написала, дала человеку, который более такой знает разговорный английский. Мне добавила несколько, да, слов. Вот. Ну, да, я выступила, но, конечно же, у людей был просто взрыв мозга там. Потому что, ну, представьте, что приходит человек латиноамериканской внешности, как бы, в Лос-Анджелесе, ну, там, меня, да, принимали действительно за, там, какую-то мексиканку или за кого-то. Вот. Он говорит на английском языке с русским акцентом. Так, вот. С вкраплениями испанского, и у людей реально... Да, говорит он про... Ну, понятно, что он говорит, что я, конечно, говорил, что я русская, да, но, понятно, что я сказала, что там у меня папа из Панамы. Ну, лейтмотив, вот, просто ты о себе рассказывал, да? Ну, да, но, потому что я, конечно, понимала, что я могу съездить, если я буду там сейчас ругать нашу Россию-матушку, это будет им очень смешно, но я не пошла по этому пути. Спасибо тебе, Лена, спасибо. Ты, наоборот, прославляла ее, и они такие, ну, понятно. Ну, типа того, да. А вот интересно, ну, менталитет действительно же разный. Русские, мне кажется, смеются над одним, американцы там смеются над другим. Вот как они вообще поддерживали твои шутки? Находили открыт. Ну, шутки, да, вот, которые... Я, в принципе, да, много смотрела стендапа там зарубежного, и, да, какие-то вот шутка, например, ну, она из Comedy Woman, когда я была егерем, да, когда я говорила, что... Она говорит, да как давно вы решили стать егерем? Я отвечала, что моя прабабушка была врачом, мой прадедушка был космонавтом, моя мама была учителем, там, мой папа был... Ну, и долго я перечитаю всегда, мой папа был, там, программистом, и я егерь. Ну, то есть вообще егерей никого не было. Ну, то есть вот такие конструкции как раз-таки там заходили, да, там вот они на это реагировали. Потому что, конечно, игра слов, да, сложно русскому человеку написать на английском языке вот эту игру слов. Ну, конечно, конечно. А в русском, например, мы часто используем, да. Вот у меня как раз-таки тоже в одном стендапе было, что, ну, начиналось так, что до 16 лет у меня не было парня. Вот, ну, то есть говоря языком омаяка Акапяна, мне никто не делал лязьки-мосяськи. Омаяка Акапяна важно. Да, даже когда я включала телевизор, там была надпись «Кобель не подключен». Я понимала, что «Кобель не подключен ко мне». Ну, потом все наладилось, кабель подключили. Зайцы из шляпы достали. Ну, в общем, да, вот в таком духе, да. И тут понятно, что «Кобель-кобель», да, вот игра слов используется. Это, конечно, сложно. И поэтому даже вот когда мои родственники там из Панамы, да, они видели мои какие-то выступления, говорят «Переведи нам, переведи». Вот, я, конечно, пыталась, да, вот перевести, но некоторые, действительно, фразы, они непереводимы. Обороты, ну да. Да, непереводимы. А вот мне было всегда интересно, женский юмор, он чем-то отличается от мужского юмора? Или, в принципе, одни и те же темы и так далее? Или просто юмор есть, или юмора нет. Или юмор нет. Ну, всегда же говорят, что девочки не умеют шутить. Ну, вот, Лена, мне кажется, как раз-таки наоборот, пример той девушки, которая умеет и хорошо с этим справляется. Ну, когда ты на своих мастер-классах, вот, по юмору, да, как развести себя часа юмора, у меня буквально так, вчера был, под следующий в июне. Вот, я говорю, что как такового нету такого различия, да, там, многие правда считают, что женщины не умеют шутить, но в этом, конечно, не то, что правда, да, но доля правды есть, просто потому что мы своих девочек, дочек, да, так воспитываем, мы говорим, там, не кривляйся, будь принцессой, там, и все девочки... Что тебе мама говорила, Леночка? Да, все девочки хотят быть красивыми, такие, не хотят, да, кривляться никак. Ну, понятно. Мама мне тоже говорила, не кривляйся, но мне было пофиг. Да, я всегда смотрела, вот, какой я фильм посмотрю, Рэмбо, все, я Рэмбо, остановилась где-то часа на три, вот, и Маугли, я Маугли, там, часов на пять, как бы, там, прыгала по квартире. Слушай, ну, а комедии любила в детстве? Очень любила, мне нравились французские комедии, как раз, да, с Луидой Финессом, я очень, да, любила, ну, и наши русские, тоже бриллиантовая рука, Гайдай, да. Дорогие друзья, у нас сегодня в вечернем эфире Елена Борщева, мы разговариваем о жизни, о юморе и вообще обо всем голосовом. Слушай, женщина огонь, вот сейчас как раз как Арсений Бородин и пел про нее. Мы о кинематографе начали говорить. О кинематографе, что, о кинематографе, смотрите хорошее кино, правильно? Да. И берите себя, приучитесь. Вот фильм, самый свежий, может быть, который ты посмотрела и рекомендуешь, есть такой? Я посмотрела, самый свежий, первому игроку приготовится, Спилберга, новый фильм. О, да, да. Я вообще всем советую, потому что это правда прорыв в кинематографе. Это, если бы мне сказали, что это фильм про то, как там мальчик попадает там в компьютерную игру, я бы, конечно, вообще не пошла, да, но мне сказали, пойди, ты должна это увидеть. И правда, ты настолько в это вот погружаешься, тебя захватывает, отличный сюжет, какие-то загадки, ребусы, там внутри еще фильма. Вот, очень здорово, крутые спецэффекты, обязательно в 3D надо смотреть, вот, смотрится на одном дыхании. Лина, а вот мне интересно, ты же выступаешь на сцене, ты замечательная актриса, ты сама пишешь сценарий для своих стендапов. Тебе не хотелось никогда попробовать себе, может быть, в качестве режиссера, самой что-нибудь поставить с некой труппой актеров? Ну, вот, нет, вот я понимаю, что это не мое. И поруководить над ними, ну-ка, давай, смеши. Нет, но я понимаю, что, ну, как бы, каждому свое, и вот все-таки у режиссера должно быть свое какое-то видение, да, вот, от начала до конца. Да, и то же самое, вот, понятно, что сейчас каждый, у кого есть фотоаппарат, он фотограф, да, но, опять же, вот, нужно и видеть и в кадре, да, как это, то есть не только ты ставишь человека и смотришь, чтобы у него там все было хорошо, но и что сзади, чтобы там было все как-то красиво, да, все это там, вот. Вот, поэтому, мне кажется, вот режиссерами как раз рождаются, им, ну, нельзя научиться, нельзя отучиться в университете, стать режиссером каким-то талантливым, да, будем так говорить. Но стараться, дорогие молодые, в интернезурстве надо. Конечно. И можно научиться, кстати. Если вы хотите стать, ну, может быть, не режиссером, но хорошим юмористом, тогда в среду, 13 июня, приходите в ситикласс и участвуйте. Лена, в чем? Мастер-класс, как развить себе чувство юмора, прокачаем мышцу юмора. Мышцу юмора, где она находится, покажите мне ее. Я не прокачаю, все понятно. Сколько надо сеансов, чтобы прокачать, расскажи. Ну, это мастер-класс, да, это такое вот разовое мероприятие. Понятно, что те, кто вот как-то решили все-таки заняться этим, да, они... А кто эти люди, скажи, Лена? Эти люди, ну, вообще разные люди. Ко мне приходят, в том числе и мои коллеги, например, там, ведущие новостей приходили, там, погоды. Ведущие новостей и погоды. Других каналов, да, разных. Наши коллеги, надо нам с тобой тоже. Да, вот, актеры приходили, вот. Но в основном, да, это мастер-класс для обычных людей, как использовать вот приемы, шутки, как строится шутка, я им объясняю. И как это все использовать в обычной жизни. Кого-то шучит, а шутки не понимает, кто-то говорит. Кого-то загнобили уже так, что он вообще там думает, что у него нет чувства юмора, хотя, ну, таких людей, ну, просто не существует, я считаю. Вот. И, кстати, приходил человек, который, вообще, он такой сидел, я говорю, ну, мы знакомимся вначале, я говорю, а вы там, вот, что вас привело? Он говорит, мне его вообще подарили коллеги на работе. Он просто пошутил. Ну, нет. Я думаю, коллеги пошутили. Шутки начали, да. Но потом все-таки он, да, вовлекся во все, и так говорит, ой, классно, здорово, хорошо. А вот интересно, а где брать-то эти шутки? Откуда черпать вдохновение? На чем строить все это? На жизни. Самое смешное – это жизнь. Нужно просто уметь подмечать смешное вокруг вас. Вот. Сколько смешных людей рядом ходит, не знаю, надписей каких-то смешных. А есть какое-то творческое задание? Вот сегодня вы идете и смотрите на всех вокруг, пытаетесь там, не знаю. Да, и, например, там сегодня подмечать каких-то смешных людей, потом там еще один день, какие-то надписи везде все читаете, да, там в магазинах и так далее. И из этого рождается, кстати, очень много скетчей, да, как раз-таки посвящено рекламе. Да, 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 там ищите смешные фотографии какие-то в интернете, придумываете надписи, посылаете друзья. Экзамены принимаешь потом, Лен? Ну, мне очень приятно, когда мне пишут потом отзывы, когда там люди говорят, да, вот мы начали тренироваться, и вот потом там какой-то стих смешной написали про начальника, и их не уволили. Их повысили. Да, да, да. Правильный стих был. Вот, мне, конечно, приятно слышать эти отзывы, когда... Друзья, ну просто сейчас живые творческие лайфхаки, можно, мне кажется, записывать. А какие есть еще, может быть, способы, чтобы развить в себе вот это чувство юмора, научиться и так далее? Помимо того, что ты вот ходишь, смотришь, обращаешь, не знаю, может быть, надо читать специальную литературу, может, надо слушать специальную музыку. Ну, музыку, наверное. Нет, но можно смотреть, конечно, тоже юмористические передачи и вот анализировать, да, то есть какие шутки вот, например, можно как-то адаптировать, и вот, не знаю, по их подобию, примеру, что-то как можно пошутить в жизни. Для тебя, для тебя, кто был примером, вот, когда ты, например, росла, Жванецкий, Задорнов, Хазанов, чьи шутки тебе вот, будучи, когда маленькой девочкой, больше нравились? Или кто-то еще? Расскажи. Ну, у меня не было, на самом деле, никогда кумиров. Ну, не кумир, просто, может быть, симпатичные были выступления вот именно этого. Ну, мне нравился Джим Керри. Так. Понятно, что у него, ну, это больше какое-то, да, актерское такое, можно сказать, такой актер-мим, потому что у него бешеная мимика, бешеная энергетика, вот. Мне очень, да, нравились фильмы с его участием, вот. И потом я тоже слушала несколько лекций, которые он вел, и это тоже было гениально, вот. Поэтому, да, очень нравится. Лена, скажи, у тебя есть какая-то вот сейчас такая творческая, амбициозная мечта или цель? Вот хочу сыграть там кого-то, или хочу, там, не знаю, выйти на какой-то уровень. Или сделать какой-то проект. Да, или сделать какой-то конкретный проект. Ну, наверное, конечно же, есть, как у любого творческого человека, вот. Но давайте я не буду озвучивать это. А то не сбудется. Пусть это будет, да, пусть это будет, останется при мне. Мы желаем тебе, чтобы все вот эти планы, не озвученные, тем не менее, они осуществились. Спасибо. Желаем, чтобы и дома, и на работе было все наилучшим образом. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. И чтобы юмор никогда не покидал тебя. Пусть он будет вокруг их друзья, как внутри. Спасибо, друзья. С нами была очаровательная Лена Борщева, Маша. Новый Роман Шак. Мы переходим в следующий час. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова